Реконструкцию Щелковских межрайонных очистных сооружений планируют завершить в 2023 году. Эта масштабная модернизация проходит в рамках национального проекта «Экология». Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев приехал в Щелково, чтобы проверить ход текущих работ. Это крупнейший объект в программе, федеральная программа, государственная программа. 14 миллиардов рублей будет инвестировано в ультрасовременные очистные сооружения. Мощность этих очистных сооружений будет до 400 тысяч кубометров в сутки. Это, по сути, все восточное направление Московской области будет иметь возможность очистить до прозрачной воды. Губернатор отметил, что каких-то пять лет назад здесь была настоящая экологическая катастрофа. Жители постоянно жаловались на то, что невозможно дышать из-за неприятного запаха. К таким неблагоприятным условиям привели очистные сооружения, которые безнадежно устарели. Это самые крупные очистные в Московской области. Они обслуживают городской округ Щелково, Ивантеевку, Пушкино, Королев и Фрязино. Сегодня наша задача досрочно сдать этот объект. Как раз мы со строителями сейчас ходили по площадке и смотрели, как ведут работы. Порядка 350 человек работают круглосуточно. Благодаря реконструкции источные воды будут проходить полный цикл механической и биологической очистки, а также необходимой доочистки на фильтрах и обеззараживания на ультрафиолетовых установках. Стоит отметить, что для того, чтобы предотвратить возникновение неприятных запахов, очистные будут оснащены системой сбора и очистки вентиляционных выбросов. Также в ходе своего визита Андрей Воробьев совместно с главой городского округа Щелково Андреем Булгаковым посетил Щелковскую областную больницу. Указом президента Российской Федерации за большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией, самоотверженности, высокий профессионализм, проявленный при исполнении служебного долга, губернатор наградил щелковских врачей. Сегодня приехал сюда для того, чтобы наших врачей поздравить, наградить высокими государственными наградами, которые достоил вас президент. Мы гордимся нашими врачами, потому что теперь уже нет человека, который бы не понимал, что такое борьба с ковидом, что такое система здравоохранения, ее важность. Мария Буржинская, Щелковское телевидение.